Рак – этот страшный диагноз ежегодно ставят тысячам людей в мире. Статистика удручает. Только за 9 месяцев текущего года в Брестской области выявлено почти 5000 онкобольных. На учете в онкологическом диспансере сегодня стоит более 11 тысяч человек, в то время как во всей республике более 40 тысяч. В настоящее время проблема онкологии является основной ведущей проблемой нашего общества, потому что рост заболеваемости велик. Из года в год количество заболевших растет. Это и среди женщин, и среди мужчин. В настоящее время идет рост следующих нозологических единиц. Это раки молочной железы у женщин, раки шейхи матки, легких у мужчин, раки пристательной железы и также рак кожи. Хотя рак визуально локализация, но он стоит в большой удел как в инвалидизации, так и в смертности населения. К сожалению, не у каждого лечащего врача хватает сил и времени консультировать своих пациентов по вопросам здорового питания. При диагнозе онкология с целью восполнения этого пробела Центр поддержки пациентов во имя жизни стал инициатором создания книги кулинарных рецептов. Ее идея возникла из наших кулинарных школ, которые мы, как правило, в Минске проводили, такие встречи. Потому что, знаете, когда пациент выходит из больницы и остается один на один, лечение закончено, а поскольку ты не сразу восстанавливаешься, а это достаточно медленный процесс, и когда тебе говорят, а нужно питаться как-то не так или еще чего-то, ты начинаешь думать, а как, а что нужно смешивать, не смешивать, и вот очень много тревоги возникает на пустом месте. И вот эта книга «Рецепты» задумана именно для тех людей, которые тревожатся правильно, неправильно, они делают что-то, чтобы они не сомневались, что они все делают правильно. Как говорят авторы идеи, в этой книге нет чего-то необычного. В ней собраны самые простые кулинарные рецепты, но они скорректированы под онкобольных с учетом международных правил онкодиетологии. А именно это блюда, которые исключают сахар, пшеничную муку высшего сорта, красное мясо и многое другое. Также в книге есть информация и о международных исследованиях по теме питания онкобольных. Наша задача была сделать как этот, первая глава на самом деле. Мы хотим, чтобы все заинтересованные, шеф-повара, просто люди, кто любит готовить, могли подключиться, чтобы мы написали большую книгу о вкусных и полезных рецептах для онкопациентов, для их близких. Конечно, эта книга вызвала особый интерес у тех, кто сам столкнулся с такой болезнью, как рак. В 2018 году в ноябре я стала онкопациентом. Я прошла операцию, химиотерапию и сейчас нахожусь на гормонотерапии. И вижу свою роль в том, чтобы объединять онкопациентов, вместе встречаться, дарить положительные эмоции, психологическую поддержку, друг друга как-то приободрять. Сегодня буду знакомиться с книгой и, надеюсь, подчеркну для себя много вкусных, полезных блюд. Буду готовить для своей семьи, для себя. Книги нет в свободной продаже, но познакомиться с кулинарными рецептами для онкобольных можно в читальном зале Бреска библиотеки имени Горького. Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания Бук-ТВ.